Здравствуйте! Я Батаго Салдангарова. Сегодня говорим о необходимости перераспределения бюджетных денег в сиротских учреждениях. В студии Зона КИЗ, председатель общественного фонда ОЛГТ «Женуя», автор телевизионной программы «Дорог домой» Марьяна Гурина. Здравствуйте! Здравствуйте! Марьяна Юрьевна, уже более месяца идет очередное расследование дела, связанного с хищениями в специальном корпусе «Женуя». Это дело, которое, как мы знаем, расследуется не только прокуратурой, но и Министерством образования, и другими организациями. Что там происходит? В этом расследовании не месяц, уже почти год. И мы, нам сообщали о том, что выявлены разные факты правонарушений, хищений. Но вертикта какого-то, вот чтобы завершающего, чтобы поставить точку, чтобы начать новую жизнь, я вот об этом говорю. Я не говорю о плохом, о чем не хочется. Да, наверное, это было, если это выявлено. Но хочется поставить точку и начать новую жизнь, чтобы детский дом зажил, ну, был счастлив, освободился, очистился от всего. Нам не удается, потому что по каким-то причинам, неизведанным нам, мы не знаем выводов, которые сделали вот все эти организации проверяющие. И так как нет этой точки, мы все время ждем, и это все время напрягает. Но есть надежда на счастливое будущее, потому что новый директор детского дома, это вот очаровательная женщина, которая, ну, по моей рекомендации, я пригласила, не я, пригласила управление образованием, Елизавета Усхановна, и очень признательна за это наш руководитель управления образованием, пригласили из Восточного Казахстана, из того знаменитого и удивительного детского дома, который называется Умит. И вот я никогда не говорю вот в таких вот восторженных словах, наверное, о детских домах, потому что, согласно со всеми и поддерживаю очень давно это движение, что Казахстан должен быть без детских домов. Но то, что касается детского дома Умит, который взрастит талантищ, и там дети на самом деле счастливы, чему я сначала не верила, когда я приезжала туда, и только, и потом убеждалась в том, что все это правда. Там семья. И оттуда мы пригласили заместителя директора по воспитательной части Марину Маратовну, и она сейчас занимает должность исполнительного директора в нашем детском доме Женуя. Хорошо. О том, чем уникален тот детский дом в Восточном Казахстане, мы поговорим чуть попозже. Сейчас вернемся к теме нашего разговора. Итак, прокуратура там разбирается. Это наше дело с вами понять, что же нужно сделать, что изменить, о разумности траты денег, которые выделяются государством. То, что мы знаем, и не только траты денег. Наверное, о трате денег мы сейчас поговорим в этом постановлении. То, что мне хотелось еще сказать о душе и о неравнодушии. Потому что, когда я, будучи председателем попечительского совета детского дома, специализированного детского дома, жену я просто открыв, я имею на это право открывать все документы, которые находятся там. И просто первым взглядом я определила, что дети подкидыши, которых там было что-то 28, они не получали никакого пособия. И на вопрос бывшему директору детского дома, а почему подкидыши не получают никаких пособий, ну потому что у них нет статуса сироты. Пособия в каком смысле? На содержание? Каждый ребенок, он до 18 лет, государство со статусом сироты. Государство, вот эти пенсионные, вот эти вот социальные деньги, социальные пособия, эти деньги ему выдаются в 18 лет. И как только ребенок выходит, и сейчас основная часть детей получает квартиры, и вот эти деньги, которые копятся за эти 18 лет, ну сколько ребенок находится там, они, конечно же, очень нужны ребенку. И здесь вот первый вот, первый вот, первый вот, я не бухгалтер, да, не экономист, вот просто первое, что я открываю, оказывается, эти дети... А какой статус тогда у них, у подкидышей, которых подкидывают никто, да, там ни мамы, ни папы, естественно, ни... Потому что здесь работа должна была проводиться, потому что нужно было подать в розыск, родители не нашли, и определили через суд этот статус, что ребенок сирота. И вот этого вот действия не было. И получилось, что вот какие-то вот там вот миллионы-миллионы, вот теперь должны возмещать те люди, которые вот так вот отнеслись к этому. И они будут возмещать, потому что или что, или опять государство будет наказано. Мы с вами, что государство будет опять какие-то деньги вот эти выделять и детям возмещать. Ну, во всяком случае, вот такая проблема. Но основная, мне кажется, проблема — это законодательство непродуманное. Вот если мы говорим о законе, о приказе 320, есть такой приказ, который регламентирует обеспечение детей продуктами питания, одеждой, мягким инвентарем и так далее. Так вот, смотрите, что там происходит. Происходит то, что там по разнарядке две маечки, скажем, например, двое трусиков, одни сапожки на год. Вы же понимаете, что это невозможно. И, наверное, каждая мама меня тоже понимает, что это просто невозможно, что вот дети так не носят. И директору детского дома приходится выкручиваться. Значит, нужна какая-то спонсорская поддержка, спонсорская помощь. А если, вот смотрите, а если, например, дети уходят после детского дома, они уходят в дом юношества. И в доме юношества этим детям выдается на зимнее амбудирование 16 тысяч тенге, а на летнее, скажем, 12 тысяч тенге. Вы же понимаете, что это невозможно купить куртку, шапку взрослому ребенку на эту сумму. Мы толкаем ребенка на то, чтобы он шел и просил милостыню, и говорил о том, как плохо ему живется. И если колледжи... Ну вот я просто была в одном колледже, они сказали, ну мы же ничего не сделаем, у нас есть это постановление, бухгалтер говорит. В соответствии с постановлением мы ему выдаем деньги, и на сайте ищем, где можно за 3 тысячи тенге купить куртку. Но если ее невозможно купить, за 4 тысячи тенге. Но это всегда препоны, которые строят вот это постановление. И этому постановлению уже, наверное, десятки-десятки лет. Больше всего, что меня волнует, волнует меня, конечно, все, вот распределение питания. Есть стат управления, которое определяет, что зимой и летом дети должны получать продукты через поставщиков по одной цене. Какая это цена? Вот, например, мне уже просто смешно. Вот перец болгарский, он 960 тенге будет стоить у них по перечню и летом, и зимой. Я понимаю, он будет зимой стоить перед светофором, на самом деле, такие суммы. Но летом в нашем краю не будет. Двести тенге, да. И понимаете, получается, что вот эти все, вот этот весь перечень, это просто грабеж у государства. Это непродуманная, совершенно непродуманная форма обеспечения детского дома. И этой формой пользуются. И там отсутствует, например, они называются мыломоющая продукция. Это шампуни, мыло и так далее. Там просто вот такого нет. Это поэтому директор должен сам каким-то образом искать по этой статье у кого-то, просить. И там еще нет таких вещей, как мед. Они не имеют права покупать зелень, курага. Кто-то забыл. Ну, кто-то когда-то вот просто забыл. Кто-то не продумал. Кто-то не сделал. И это продолжается до сих пор, сколько бы мы об этом ни говорили. Я очень признательна. Заместителю министра Биби Гуля-Сылова и Шера Иси Петровни, это удивительная женщина, которая вот сейчас уже достаточное время еженедельно проводит онлайн-совещание, на котором об этом говорят. И Асылова, заместитель министра Министерства образования, говорит бесконечно о том, что она требует, чтобы вот этот приказ был изменен в соответствии с нынешним временем. Но движения никакого нет. Просто никакого нет. Потому что я думаю, что это должны были бы сделать комитеты по охране прав детей. И в комитете, как всегда, вот это вот... Ну, я не знаю, что у них не хватает времени на это. Они не могут или нет специалистов конкретно, чтобы эти специалисты могли уже точно определить, что и кому нужно, или не проведены какие-то исследования. И получается, что вот десятки лет директора нарушают закон. И вот придет прокуратура такая и скажет, ну, ваши дети не имеют права есть курагу, изюм или там мед. Почему у вас там это есть, например? И это уже будет нарушение. Да, скажите, пожалуйста, ну, если сверху даются такие указания, указания не выполняются, чем можно помочь? Гражданскими инициативами, инициативами общественных фондов? Вот мы сейчас, я думаю, что мы сейчас с вами помогаем, потому что на самом деле уже, наверное, ничего не остается, как только об этом трубить. Для того, чтобы кто-то, кому было поручено это сделать, и Асилова не молчит, она об этом говорит, начали работать. И это поскорее просто было введено в жизнь, в постоянную детских домов, потому что иначе не получается. И потом, когда говорят о том, что вот в детских домах такая текучесть кадров, там некому работать, 47 тысяч получает уборщик служебных помещений, которая должна с 9 до 6 500 квадратных метров норму выполнить в день. 47 тысяч. Мы говорим о том, что не хватает воспитателей, и хотели бы взять молодых воспитателей. Заработная плата 72 тысячи с минусом там всех налогов, 65. И как вы думаете, кто-нибудь может пойти к нам на зарплату 65 тысяч? А мы бы очень хотели молодые кадры получить таких молодых, инициативных, любящих. У нас прекрасная молодежь сейчас, чтобы они могли прийти и для наших детей быть просто старшими товарищами, друзьями и вот такими вожатыми, чтобы мы могли что-то сделать с ними. А сейчас кто работает? Прежний коллектив работает, низкий поклон этим людям, но тем не менее, нужно какое-то движение, чтобы глаз не замылился. Да, озвучивается такая цифра, что за последнее время там 55 человек были уволены, заменены и так далее. Это касаемо персонала. Кем мы заменяем этих людей? Кто приходит в детский дом? Мы не можем заменить, мы не можем какой-то творческий процесс развить, создать. Это не получается, потому что вот этому существуют препоны. Мы говорим о коррупции в детских домах, но мы стоим на страже, а шеф-повар получает 60 тысяч. И, естественно, мы говорим о том, что не дадим вообще ни шагу для того, чтобы кто-то хотя бы вынес оттуда хоть что-то, потому что это все детям. Ну вот, где мы найдем шеф-повара на 60 тысяч, который бы еще ничего не вынес? Ну вот реально. Я уже не говорю о том, что там другие повара или там кухонные рабочие. Как им жить? Вот эта непродуманность государством толкает людей на преступления. И очень тяжело живется, очень сложно, потому что, ну вот, и по Печительскому совету, конечно, нужно активнее и активнее работать для того, чтобы все время учитывать, что нам нужно. Нам нужны там новые спортивные костюмы или там нам нужны теплые курточки, нам нужна сменная обувь и так далее. Ну почему, когда государство вот эти вот миллиарды, я говорю вот про этот перец там, или про то, что эти деньги уходят просто никуда. И они не имеют право менять что-то сами. Да. Хорошо. Как эту ситуацию решают в Восточном Казахстане? Ну там есть удивительная женщина-руководитель Майра Баймахановна, благодаря спонсорам, а там свинцово-цинковый комбинат, основной спонсор, который помогает им. и они живут вот одним дыханием, потому что спонсоры знают, что все потребности Майра Баймахановны за вот эти вот долгие годы работы им удается жить вот одной семьей. И, конечно же, когда открываешь шкафчик ребенку, или ребенок сам говорит, посмотрите, и там висят там десятки платьев, десятки курточек, и вот здесь вот лежат у нее все эти шампуни, мыльца, все салфеточки и так далее, что приучает ребенка к тому, что вот девочка должна быть вот такая, да. И там нет такого, чтобы дети шли после еды, ну, как я замечала, когда они возвращаются из столовой, они еще хлеб жуют. Почему они жуют хлеб? Значит, дети не наелись, значит, они голодные. А потому что у нас вот в соответствии вот с этим каким-то там приказом, вечером там уха и судака, а дети не едят эту уху. И последний раз они едят там в шесть часов вечера ужин, а ребенок ложится спать в десять. Он дома еще десяток раз откроет холодильник и что-нибудь оттуда там возьмет и скажет, что я еще хочу. А здесь вот не положено. А деньги огромные. И поэтому вот я говорю о разумности или неразумности вот этого подхода. Потому что нужно все-таки делать, если мы хотим из тех детей, у нас их немного, детей, сироты. И в Алма-Ате один детский дом и в области, вот Богонашильский детский дом, областной, который тоже находится на территории города Алматы. Детей немного. Но мы же должны все-таки их воспитывать как своих, наверное. Ну, получается, в Женуе, в этом, да, специализированном корпусе, есть дети-сироты, и есть дети с психическими расстройствами, которых специально привозят в этот детский дом. И там педагоги, которые имеют специальное образование, должны работать, правильно? Да. Приходят ли педагоги? Есть ли люди, которые проявляют инициативу работать с детьми? Такие есть педагоги, и зарплаты у них неплохие. Потому что, вот о чем я говорю, потому что если педагогам повысили заработную плату, то воспитателям пока нет. Нет, да. Но и педагоги такие есть, и они занимаются с детьми. Именно родители, я думаю, что не против того, что дети находятся там в течение дня практически. Они там обедают, и потом родители забирают этих деток, и деток этих становится все больше. Может быть, вы просто такая тенденция замечаете. Не знаю, с чем это связано. Но есть одна такая вещь, которая меня всегда волновала. А вопрос сиротства, этот вопрос сиротства, он стоит в моей жизни очень давно, потому что десяток лет я только делала эту программу «Дорога домой». И, в принципе, все детские дома страны знакомы, потому что везде мы бывали, везде мы ее видели. Также я знаю, что ваша мама была директором детского дома. Вы это с детства точно не делали. Да, и тогда я поклялась себе, что никогда в жизни я не буду заниматься детьми. Сиротами. Сиротами. Но вот как поклялась, так и сделала. Вся жизнь связана именно с этим. Вот такой вопрос и тогда он был, и тогда он стоял, этот вопрос. Если у ребенка есть диагноз, то педагог, он получает большую зарплату. Вот это тоже еще вопрос. Ему идет надбавка, потому что в его группе есть дети, у которых вот этот диагноз ЗПР, или в школе то же самое. И поэтому встречаются такие случаи, когда ребенку можно было бы и снять этот диагноз, потому что проходит время. И вот, кстати, вот в этом детском доме у МИД таких детей практически нет, потому что когда они приходят с этим диагнозом, они уже уходят без него, потому что любовь постоянная занятость детей, там 19 только кружков, постоянное развитие, когда ребенок, он и артист, и поэт, и изобретатель, и все у них это есть, и когда он начинает больше развиваться, у него проходит этот диагноз, как заболевание. Там с этим справляются. Поэтому я думаю, что здесь тоже об этом нужно подумать, потому что вот, например, у нас в детском доме нет психиатра, который должен быть на самом деле, чтобы этот вопрос решать, не брать ребенка в трудное для него время, отправлять его в больницу психиатрическую, где рядом с другими детьми он может чувствовать себя еще более богим, а все-таки заниматься с этим малышом здесь, на месте, и уже по подготовленной какой-то программе. по программе, которая будет подготовлена самим психиатром и социальным педагогом. А получается, что и социальный педагог, который получает еще вот эти вот пять копеек, и который должен истории всех детей, розыск их родителей, там, жилья, где, если это жилье сохранилось за ребенком, или постановка его на очередь на жилье, занимаясь вот этими хозяйственными вещами, основную вещь, которую должен проводить социальный педагог, это социальная адаптация детей, это профориентация, он тоже не в состоянии это делать. Очень много вещей, которые непродуманные, которые сейчас вот, они вышли на поверхность, и мы понимаем, что вот это основная вещь, которая мешает двигаться, которая мешает развиваться. Вы затронули так тему меценатства. Что нужно сделать для того, чтобы люди обратили внимание, не боялись перечислять деньги? В каком смысле, да? Что невозможно проконтролировать, да? Куда эти деньги? Ну, чаще всего мы просим не перечислять деньги, а давать нам именно то, что мы просим. Сразу продуктами, материальными. Мы говорим о каких-то вещах, которые нам нужны, и я всегда говорю, когда приходят люди, и они говорят, что давайте мы этим не будем заниматься, мы не можем смотреть на сирот, вот я плачу, потому что мне вот так вот грустно и печально, и я говорю, вы это сделаете не только для детей, а для себя прежде всего. Приходите, наденьте эту курточку, застегните вот замочек, спросите, удобно или неудобно, посмотрите в глазки, сияют или нет. Это же меняет не только деток, но и вас. Поэтому я всегда говорю о том, что если вы говорите, вот сейчас вот там привезли какие-то продукты, вот привезли нам картошку, мы тут же это все учитываем, потому что это спонсорский фонд. И потом мы вот сейчас настали, сейчас я не знаю, меня будут, может быть, ругать, и говорить о том, что почему, потому что запрещено детям давать жареную картошку, а мы взяли и дали. И дети были такие счастливые, что у них на ужин вот теперь жареная картошка, которую они налопались, и сказали, как это вкусно. А нельзя. В общем, какие-то вещи, которые нельзя, которые мы своим детям даем, мы даже не задумываемся над тем, что это вредно. А вот в детском доме нельзя. Я желаю вам, чтобы вы не опускали руки, чтобы все ваши нововведения и все ваши предложения были услышаны, приняты, чтобы наконец это постановление было изменено, и все это пошло во благо наших детей и вообще всей системе образования. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Спасибо. Спасибо вам.